Здесь Сарвачев. Периодически приходят мне вопросы, которые можно свести к следующему. Антон, расскажи, а какие мужчины таки нравятся женщинам? И в ответ на эти вопросы я всегда спрашиваю, нравится для чего? Давайте рассмотрим, какие мужчины нравятся женщинам для серьезных отношений и какие мужчины нравятся женщинам для интимных отношений. Вот я себе тут выписал некоторые пункты, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Если вдруг кто-то думает, живет в таком мире розовых пони, единорогов, и думает, что женщине нужен один мужчина, и нужно просто этим мужчиной стать, залезьте в интернет, изучите поговорки, что наши, что европейские. Про то, что вот эту вот поговорку, что у любой женщины должен быть муж для жизни и любовник для души, или муж для тела, любовник для души, это не я придумал. Не я их сейчас, не я их сижу и придумываю. Некоторые поговорки гласят, что у женщины должно быть пять мужчин. Значит, муж, любовник, начальник, там еще кто-то. Их просто тонны. И начались они не вчера, не десять лет назад, и не сто лет назад. Если вы все еще, будучи мужчиной, живете в мире каких-то романов любовных, каких-то любовей до гроба и так далее, ребят, пора взрослеть, пора, так сказать, уже начинать жить в реальном мире. А в реальном мире женщины ищут себе мужчин для серьезных отношений. А по-нормальному, по-простому говоря, для ведения совместного быта. А что может быть серьезнее для женщины, чем совместный быт? Чем вот эти вот покупки, квартир, шуб, сапог, ремонты? Ей еще ребенка рожать для себя. Ну, не для вас же. Не для себя, конечно. А может быть, даже и двоих. Поэтому организация быта – это серьезно. И ни одной же ей это делать. Вы для этого и нужны. Для серьезных отношений. А не для всяких там смехуёчков. Итак, какие у вас должны быть качества, чтобы женщина захотела с вами серьезных отношений? Ну, поездить, так сказать, на вашей шее, на вашем горбу построить свой быт. Первое. Вы должны быть, так сказать, самое главное качество, которое у вас должно быть. Вы должны быть управляемым. И здесь, как только вы понимаете, что самое главное качество мужчины для женщины – это управляемость, многое встает на свои места. И вы понимаете, откуда вот эти, опять же, поговорки взялись, что плохонький, да свой. И так далее, и тому подобное. Почему женщины зачастую отказывают миллионерам и остаются со своими дураками-мужьями? Почему, знаете, вот этот вот сошлимся на фильм «Брат», «Первый брат», да, где в Питере это все дело было, где он предлагал бабе, там, вот этой трамвайщице поехать с ней, а она осталась со своим дураком-мужем вот этим, который ее еще и бил. Почему они это делают? «Загадочный женский душа». Нет, ребята, нахрена ей неуправляемый, пусть красивый, пусть с болтом вот с таким вот, пусть богатый, умный, но неуправляемый. Что она с ним будет делать? Это во-первых. А во-вторых, то, что он неуправляемый, бьет по ее женской самооценке. Она же привыкла, что она шея. Ну, знаете, мужчина-голова, женщина-шея. Что она шея. Что она манипулятор, что она крутит-вертит. Она всегда знает, что у нее, так сказать, муж, он у ноги сидит. И для этого пласт манипуляции, приемов используется. Ну, и так далее. Не будем сейчас в это углубляться. Второе. Должен быть ресурсным. Ну, прежде всего, конечно, финансово. Я вижу с вами серьезные отношения строить быт, а не что-то там, да. Поэтому ресурсным. Плюс в это понятие, кроме финансов, вкладываем и энергичность, и какую-то жизнерадостность, жизнестойкость, позитивность. Ресурсным. Ресурсы бывают же не только материальные, но и психологические, ментальные. Ну, вот, так сказать, ей должно быть с вами хорошо. Не только финансово. Ресурсность. То есть, управляемый, ресурсный. Нет. На третьем месте умеющий развлечь. Умеющий развлечь. Основная проблема женщины в удачном, в кавычках удачном, ну, для нее без кавычек, браке, это скука. Это скука. А если вы умеете ее развлечь, выступать в качестве клоуна Петрушки, ходить колесом, ее вечно, так сказать, прикалывать, катать на эмоциональных горках и качелях, почему нет? Нет, почему нет, так сказать, тоже своего рода ресурс. С вами не скучно. На третьем месте. На четвертом месте мужчина, с которым можно выйти в свет. Ну, в свет там. Не обязательно на великосветские рауты, да? К подругам, в театры, на какие-то. Ей нужно, чтобы ей завидовали другие бабы. И для этого вы должны быть, должны быть, так сказать, нормально одеты, с чистыми ногтями, в красивых ботинках. Это тоже важно для женщин, чтобы с вами можно было выйти в свет, показать маме, подругам и так далее. Опять же, многие через это проходили, когда женщина, ну, начинает хвастаться своим мужчиной. Нужно, чтобы с вами можно было выйти в свет. Это на четвертом месте, это, ну, так. По сравнению с управляемостью, ресурсностью, ну, можно и пренебречь. Пятое. Пятое. Наше с вами любимое. Физически сильным и выносливым в постели. Ну, этот пункт опционально. Можно на самом деле обойтись и без него. Но, конечно, приятно, когда мужчина физически сильный. Может и защитить, и на руках потаскать. Опять же, можно ему похвастаться, да, в этом плане. И в постели вынослив. Но здесь есть и минус у этого. То есть, конечно, использовать вас как вибратор – это неплохо. Но, как правило, мужчины, которые нравятся женщинам для построения серьезных отношений, то есть, для ведения совместного быта, они не привлекают женщин в постели. Поэтому выносливость в постели можно записать и в минус. Ну, так сказать, у нее же для тела, для души. Ну, вы для тела, для брюха, да, а для души – это есть любовник. Вот это он должен быть вынослив в постели. А вы, ну… Для многих женщин… Кстати, в достаточно большом количестве женщин секса не особенно-то нужен. Ну, например, да. Уж с вами-то точно. Вот, вы уже… Она вас уже ранжировала, как обеспечена. И ваша эта выносливость, когда вы там 30 минут или час, или даже 2 часа, или всю ночь по ней елозиете, спать не даете – это, скорее, даже и минус. Поэтому это уберем, оставим только физически сильно. Ну, хорошо, когда может мужик что-то в доме поднять, переставить. От хулиганов отбиться. А какие же мужчины, спросите вы меня, нужны для интима? Вот там точно нужны мужики с большими болтами, да, выносливые в постели, накачанные, такие красивые, все из себя, ухоженные. Ну, то есть, это, конечно, им поможет, наверное, стать такими казановыми. Но запомните, женщинам в сексуальном плане нравятся мужчины. Я про это уже много раз говорил, еще раз повторю. Женщинам в сексуальном плане нравятся мужчины, которые, барабанная дробь, нравятся другим женщинам. Отсюда вот эти вот завывания женщин по поводу поп и рок-звезд и кидания трусиками в Битлз и в кого угодно. Это все отсюда. Женщинам нравятся мужчины, которые нравятся другим женщинам. Все. Есть куча манипулятивных техник, в том числе и пикап в эту же область. Странно, что он еще не сдох. Как конгруентно, как достоверно показать женщине, что ты нравишься другим женщинам? Вот над чем бьются все казановы. Потому что, ну, говорить тупо в лоб, что у меня там 10 любовниц, ну, над вами только поржут. Нет, от вас это должно, так сказать, исходить на уровне энергетики. Любят женщины же энергетику, да? Феромонов на уровне, так сказать, вашей ауры. Она прям должна видеть вас и... Ах, вот это точно! Эх, кобелина! Эх, отношений с ним не получится! Но хоть пару ночей-то я у других сучек урву его! Что вы думаете по всему этому поводу? Пишите в комментариях под видео. Также можете написать, вы всю жизнь нравились женщинам для отношений или для интима. Тоже интересно будет почитать. А с вами был семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. До новых встреч и подписывайтесь на мой бусте. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Пока!